Всем привет! Это POS и COS. И мы пробуем новый формат, будем составлять сборную каких-то игроков. Если вдруг мы совпали во мнении, этот игрок автоматически попадает в сборную. Если не совпали, то тогда что? Так если не совпали, то мы будем звонить одному из подписчиков, и он будет решать, какой из двух футболистов достоин попасть в нашу сборную. Таким образом, в конце мы поймем, чьих футболистов в сборной больше. Моих или COS. Соответственно, тот, кто победил, тот лучше шарит в футболе. Ну или просто чуть-чуть повыше лояльность. Нужным людям звонил в этот момент. Да, мы будем звонить подписчикам, которые обязательно шарят в футболе. То есть ни абы кому, ни в какую. Они оставляли нам на свои номера телефонов в Директ POS и COS. Подписывайтесь, кстати, на аккаунт POS и COS в Инстаграме. И подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Давайте вместе создавать прикольную футбольную движуху. Так, ну что, сегодня мы решили собрать сборную легионеров Российской Пельмир Лиги. За всю историю существования Российской Пельмир Лиги. Итак, написал. Вратарь? Да. Поехали. Плити косо? Да. А, у меня Гильермо. Ну понятно, что Гильермо типа логичный. Потому что он каким-то хером единственный легионер в Российской Пельмир Лиги, который за сборную России играет. В смысле каким-то хером? Ну, типа... Ты Черчесова так называешь каким-то хером, что ли? Мне кажется, это самый талантливый вратарь, который заезжал в Российскую Пельмир Лигу. Тем более он играл за сборную Хорватии. А в тот момент, да и сейчас, и всегда, сборная Хорватии точно сильнее сборной России. По-моему, ты четко обозначил вообще свою причину. Это заезжал в чемпионат. Если мы меряем конкретно по чемпионату России, то Плити косо попал на тот период, когда... Ну, Спартак вообще же был, ну, не в заднице в полной, но в очень черном периоде. Поэтому он дофига пропускал. Поэтому он запомнил совсем, как и Ковалевский, какой-то харизмой. И прикольно стоял на воротах. Но его подводила вся остальная команда. Нет, может быть, подводила. Ну, короче... Он был чемпионом России? Нет. Ну, это какая разница? А за сборную России он поиграл? За сборную Хорватии поиграл. Он был чемпионом Украины. А, он был чемпионом Украины. А мы сейчас позвоним подписчикам, подписанным на российский аккаунт, и выясним, кто им важнее чемпион России и чемпион Украины. Возможно, если бы не последние полтора сезона, я бы тоже выбрал Гильермина. Но мне кажется, последние полтора сезона он же мистер привозил. Ну, чуть-чуть привозил, не без этого. Да ни хера себе чуть-чуть. Если бы Плити косо побольше... Там между ног ни один мяч не отбит вообще в карьере. Да Плити косо не привозил только потому, что там еще Джанаев стоял, который привозил столько, что на его фоне Плити косо более-менее. Ладно, давай звонить. Получается, мы звоним подписчику, чтобы выяснить, кто лучше, Гильермо или Плити косо. Здорово! Привет, чемпионы! Привет, чемпионы! Как тебя зовут? Александр. Александр, о, привет. Короче, смотри, какая ситуация. Мы начали составлять сборную легионеров Российской премьер-лиги за всю историю. И в первой позиции вратаре сразу не сошлись. И тебе нужно сейчас будет выбрать из двух вратарей, кто один попадает в сборную. Готов? Конечно. Все, поехали. Итак, Гильермо или Плити косо? Я, как спартаковец, обязан ответить, что Степа Плити косо. Перебор спартачей в одном видео. Так а зачем ты выбираешь Гильермо, если ты тоже... Да он игрок сборной России, он стоит сколько давно уже за Локомотивом, он чемпион России. Я еще маленькую тайну открою, Нойштеттер тоже игрок сборной России. Нойштеттер тоже игрок сборной России. Ну, я ладно, Нойштеттер или Гильермо, лучше Гильермо тогда, конечно. На воротах стопудово, блядь, даже я согласен, что Гильермо лучше, чем Нойштеттер. Хотя, если Нойштеттер выйдет с голым членом, возможно, лучше Нойштеттер, потому что, ну... Так он уже выходил. Выходил? Ну, я про это и говорю. Я имею в виду, что если бы Нойштеттер стоял на воротах матча Локомотива-то с Ювентусом, то тогда, возможно, он членом хотя бы мяч тормознул, который ему в очко пролетел. Давай вот так вот, откровенно. Прям ты серьезно, не как Спартач, а как человек, считаешь, что Плитикоса лучше, чем Гильермо? Не, ну, объективно, да, ну, давайте так. Во-первых, во-первых, сколько Плитикоса, сколько Плитикоса тащил Спартак? Долго. Объективно. Очень много и очень много раз выручал. При том, что тогда конкуренция была посильнее в чемпионате. Да, не как сейчас там условно один «Зенит», но условно. Тогда, конечно, было посложнее. И тренер, и все дела. Еще молодой Дзюба у нас в команде. Ну, все понятно. Вот. А что делает Гильермо? Проигрывает позицию Шунина в сборной России. Ну, то есть Шунин лучше, чем... Извините меня. Шунин сильнее, чем Гильермо. О чем мы говорим? Александр, на самом деле, это просто Кост сейчас психует, потому что, конечно, ему не очень приятно, что мы с тобой в футболе шарим лучше, чем он. Короче. Кост. Ладно. 1-0. Да и мы если Плитикосе набрали, он бы сказал, Гильермо, конечно. Кост, ты можешь оправдывать как угодно свое не шариме в футболе. Поцелуйтесь, поцелуйтесь, блядь. Все, давай, Синийн. Все, спасибо тебе большое. Давай, хорошего дня и Хидуну там тоже напиши, чтобы Плитикос умерло. Давай. Так, ну что, 1-0, мой вратарь в сборной. Твой вратарь в сборной. И так будет с каждой позиции. У тебя всегда будут вратари в сборной? А какая следующая позиция? Правый защитник. Правый защитник? Климента Родригес, блядь. Нет. За ним опять Саньку и Брит Климента Родригес. У меня... Давай. У тебя что там? Марио Фернандес. Марио Фернандес. Ничего себе, как мы быстро превратились в красно-синего. В смысле? Да вот так вот. Блядь, это ты как-то тупой логикой. Я просто выбираю самых крутых игроков. Самых крутых игроков? Да, ты вообще взял центрального защитника. Так, подожди. Справа, влепил и радуйся сидишь. Нет, центрального. Он в локомотиве и в Челсе играл правого. А, так ты за локомотив просто топишь. По-твоему, все самые пиздатые игроки в России играли за Локо? Кто тебе следующий? На-первых, Криховик. Криховик в центре обороны. Жоа, Марио, блядь. Футбол, тебе вообще похуя. Тебе просто надо выбрать локомотив весь. Нет, 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 не капельки так. Жаль, Миранчук не иностранец, да? Нет, правый защитник действительно прикольный из локомотива. Че прикольный? Я знал, что ты написал, напишешь Фернандес, но Фернандес, он же русский. А Гильерме, блядь? А? Гильерме ты писал? Гильерме он проиграл уже. Все, его не было. Я даже если бы ошибся, то... Короче, понятно, что карьера Ивановича как центрального защитника сложилась удачнее. Почему как центрального? Как правого? Ну он в Челс... Какого? Центрального играл он? Конечно. Да нифига, он правого защитника играл. Он же в Бобровке все время бегал. Куда? Ну, к воротам соперника куда, блядь. Из Лондона, блядь. В Белград, блядь. Короче, я считаю, что лучший правый защитник в России, который вот у нас был, именно по российской премьер-лиге, если судить. Ты же это понимаешь? Который никуда в итоге не уехал. Ну не может быть Роберто Карлос, если он заезжал на один день в Чемпионат России... Ну, Иванович на один день заезжал. Нет, он играл хорошо. Все, и все. Но Марио Фернандес круче. Ну понятно, что мы позвоним Патриоту, тот вспомнит матч в Сочи с Хорватами. Там еще и Плитикоса не стоял, давайте Плитикоса тоже за... Почему ты все время ищешь причины? Просто причина одна, одна единственная. Давай, какая? Ты не шаришь в футболе. Зато вообще такого нет. Звони. Звони, звони. Здорово! Привет, привет. Здорово! Как зовут тебя? Ванек. Ванек зовут? Ничего себе. Ну, Ваню можно. Тебе досталась позиция правого защитника. Мы не сошлись по этой позиции, и ты должен из двух человек решить. Итак, либо Иванович, либо Фернандес. Конечно, Марио Фернандес. Прости. А почему, почему, за почему именно Фернандес? Я за ЦСКА просто давно топлю. Да иди ты в очко! Ну что, вы звоните тем людям, которые просто заболеют за кого? Случайный выбор. Случайный выбор. Давай, а кого ты убрал? Гильермо или Плитикосу? Плитикосу не. Плитикосу не. Да ты за ЦСКА болеешь! Ты же за ЦСКА болеешь! Мне просто Гильермо не нравится. Гильермо не нравится? Все, давай, Вань, ты мне тоже не нравишься. Вань, все, давай, пока, блин, что произошло. Ну что, ПОС, блин? Ну, ты просто, вот, выбираем Плитикосу или Гильермо. Ну, я как фанат Спартака, конечно же, беру Плитикосу. Иванович или Фернандес? Ну, я как фанат ЦСКА. Мы просто попадаем на фанатов тех, кого ты выбрал. Нет. Как нет? Мы попадаем на тех, кто шарит. Да я там шарит. Он фанат ЦСКА, он тоже бы выбрал Плитикосу. Потому что все ненавидят Гильермо. Так нахуй ты его выбираешь? Да он цебатый игрок! Ну, только ты так считаешь. Почему я так считаю? Вот поставь Плитикосу в сборную российских легионеров, российской премьер-лиги, все будут пропускать. Давай, поехали. Центральная защита. Центральная защита. Ну, тут я тебя точно вынесу. Давай. Видич. Видич. Да, Видич. Ну, нет, ну, что, ну, Видич, смотри. Без вопросов. Этап в российской карьере у Видича был не очень долгим. Он мало играл в России. Ну, во-первых, даже в том Спартаке, у которого куча проблем, он играл норм. Ну, и потом-то стало понятно, кто такой Видич. Ну, да, да, да. Еще один центральный. Еще один центральный защитник. Я думаю, что тут мы можем совпасть. Но тут, если вдруг мы не совпали, то я имею шансы сильные проиграть, потому что тут надо прям шарить. Ну, смотри, до этого ты выбирал двух футболистов Локомотива. И тебе не повезло. Теперь я выбрал футболиста Локомотива. Это Чёрлука. Чёрлука. Центральный защитник. Ну, давай, я на вас. Что за сомнение, блядь? На вас. На позицию странный выбор, что Чёрлука, он же тоже как фланговый начинал. Ну, в Локомотив он приехал центральным. Вице-чемпионом мира в России. Он стал центральным. Не игравшим ни в финале, нигде. Он в финале не играл. Ну, и что ж он в финале не играл? А вообще играл? Блядь, Анапас вообще ни в одном финале жизни не играл. В российской премьер-лиге он сначала у Бердыева в Рубине. Он всегда у Бердыева, правда. Ладно, давай сейчас позвоним. Одна из лучших оборон была и в Рубине периода там нулевых конца, начала десятых. И в Ростове, и там Наваст всегда присутствовал. Может же такое быть, что мы наберём и попадём на болельщика Рубина. Давай, давай вначале узнаем, за кого болеет. Ты правда, блядь, в это веришь? За кого болеет. Что мы попадём на болельщика Рубина. В Ростово может быть. Давай. Привет. Здорово. Привет, ребята. Как тебя зовут? Меня зовут Валера. Валера, супер. А ты за кого-то болеешь вообще? Есть такое дело, конечно. За кого? За кого? За Зенит. Вот, ноль претензий у тебя. Да пока да. Нет, ноль претензий. Нет, пока да. Твоя задача выбрать кандидата на позицию центрального защитника. Мы совпали по Видичу, и он попал в сборную. А тебе надо выбрать между двумя игроками. Чорлука или Навас? Сезар Навас. Ракицкого нет? Ракицкого? Ракицкого нет в списке. Нет. Нету, кстати. Почему? Потому что ты раньше мог сказать и был бы. Нет, а ты не понимаешь, почему нет Ракицкого? Посмотри Лигу чемпионов прошлого сезона, как вы там выступали. Ой, ну камон, ребят. Там ответ, почему нет Ракицкого. Блин, вот после таких слов ты обязан выбрать нужный мне вариант. Вот ты обязан. Но мы не знаем, какой. Да, я тебе не могу, к сожалению, сказать, за кого он проголосовал. Но подскажу. Ничего нельзя подсказывать. Давай, выбирай. Ну пусть она будет Чорлука. Ну а почему Навас? Да ну что он в сборной, он 9 лет в сборной чемпионате России проиграл, должен попасть в нашу сборную, он при Бердыеве, самая надежная оборона, он один из главных символов ее был. Ты как, ты, ты становишься похож на футбольного сумасшедшего, блядь, который ходит и всем доказывает какую-то чухню, блядь, все считают по-другому ты. Да он, ну кобердыев. Где все, ты и он считают. Так это уже 3-0, 3-0. Потому что мы до этого звонили болельщикам, которые болеют за клуб. Так, а теперь что? Вот где твой Ракицкий? Какие есть еще варианты, почему именно они два? А кто еще? Ну, кто еще? Ракицкий понятно, кто еще? Ну, Иванович, например. Иванович справа играл, а выбрали Фернандеса. А какая схема? 4-4-2. Ты нам шоу решил разрушить? А кто такие, пацаны? На шоу не звоните вообще. А почему вы не... А вы не из службы финансовой безопасности Сбербанка, расскажите, а? Жигу, например, ваш. Нет? Да хотел я Жигу поставить, но... А вот если бы мы спросили, кто лучший вратарь, Гильерми или Плетикоса, ты кого сказал? Ну, конечно, Плетикоса. Да понятно. Опять не попал? Попал. Ладно, все, давай, хорошего дня. Спасибо. Пока-пока. Ну, так че, кто у тебя на левом фланге? У меня на левом фланге человек, у тебя зенитовец, да? У меня тоже человек, который имел отношение. Кришета? Кришета, да. Блядь, ты фанат Бердеева, объясни, в чем прикол? Ну, одна из самых надежных оборон за всю историю была. Он на левом фланге всегда разрывался, всегда подключался, хорошая карьера у него потом в итоге сложилась. Ну, ты в курсе, что он играл за сборную Италии? Кришета? Да. Ну и что? В какой период, когда они не вышли на чемпионат Европы или мира? Это сборная Италии, братан. Это сборная Италии. Сборная Аргентины. Сборная Италии – это одна из лучших оборон в истории планеты. Ну да, именно поэтому они не вышли на евро или на мир, куда они попали. На мир не попали, да? Они же не ездили на чемпионат мира в России. Ладно. А как раз там был бы левом защитником Кришета, он в России до этого поиграл. Братан, всегда может такое получиться, что мы позвоним фанату Рубина. Один в России точно есть. Как тебя зовут? Саня, мы с тобой видели, помнишь, мы общались в Папатак, когда ты в эфир выходил. Кто? Ну, можешь не пользоваться, конечно, там столько народу было. А, помни, да, точно, слушай, я вспомнил. А, ты меня еще Глором обозвали за то, что я ни за кого не болею. А, да, да, ты же Глор, точно. Как ты думаешь, на позиции левого защитника в сборной всех легионеров за всю историю лучше бы смотрелся Кристиан Ансальди или Доминика Кришета? Блин, даже не знаю. Сложный выбор. Ну, как бы идти и тот, и тот хорошо себя проявляли в чемпионате. Насколько я помню. Это мы по чемпионату России конкретно меряем. Да, 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 я понимаю. Но Ансальди же был раньше, чем Кришета. Кришета позже пришел, да, звонит. Вот. Я, наверное, скорее всего выберу Кришета. Я вот с этим лицом проигрываю. Вообще, меня ни капли не трогает. А где аргументы? Какие аргументы? Ну, типа, блядь, он просто болеет не за тех, блядь. Приберды я, блядь, где твои эти аргументы? Я же тебе говорю, что я ничего не говорю. Вот ты все, ты, вы молодцы оба. Санек, ну что, я тоже так считаю. Это потому что Белгород и Старый Оскол, понимаешь? Вот тебе уже люди придумывают, блядь, чтобы ты успокоился, накидывают аргументы. Я отсюда, что я неспокоен, по-твоему? Санек, слушай, ну я рад, что мы снова с тобой созвонились. Действительно. Вы еще до этого созвонитесь, позже этого созвонитесь, обсудите. Вечером спишемся. Саш, 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 ты не Глор. Мне нужно... Просто прогласуй за Кришета, пожалуйста. Санек, я тут делаю футбольный канал, мне нужен кто-то, кто шарит в футболе, вечером спишемся. Давай. Пока. Обязательно, спасибо. Давайте, давайте, ребят. Я уверен, что если позвонить и спросить, видишь и видишь, скажут, видишь, поза. Да? Да. Тут центральный полузащитник опорный, да, Электро Регизайнер? Центральный полузащитник, да. Тимачук. Тимачук. Я честно признаюсь, когда в Зените играл Тимачук, я прям завидовал, что в Спартаке нет такого опорника, потому что Тимачук лютый. Я играл в менеджер футбольный, когда еще за года два, наверное, до прихода в Зенит, и всегда Тимачука из Шахтера тоже покупал. Он отобъективный сильнейший тип, и кубок УЕФА, и суперкубок. И потом Лигу Чемпионов. Он в Баварии. Он в тот год играл маловато, но Лигу Чемпионов он выиграл в Баварии. Еще один полузащитник. Еще один полузащитник. У меня, кстати, я подумал, что у меня тут фамилия похожа на тебя. Фамилия похожа на меня? Нет, нет, игрок похожа на тебя. Это типа... Толстый. Корвалью. Но он же толстый. Ну, у меня там... Посмотри, сейчас подожди. Еще толстый? Нет, я еще с тем, у кого очко порвано. Потому что... И нацеплено на глаза. Ладно, Даниэль Корвалью. Да, я тоже признаю, что он должен попасть в сборную. Блин, ты тоже читаешь все время эти статьи, что стало с Корвалью после ЦСКА? Я в курсе был, что он после того, как, там, сколько, пару лет еще после Кубка UEFA проиграл, а потом началась у него вообще какая-то своя движуха. Но факт, что момент, когда они выиграли Кубок UEFA, ему равных вообще не было. Еще один полузащитник. Давай еще один центральный полузащитник, давай. Дани. Влашич. А, Дани, центральный полузащитник. Атакующий центральный... У меня пиздец, атакующая схема. Пиздец. Пиздец. Так у меня идеальная защита. Да все считают, что я собрал идеальную защиту. Да не идеальную защиту, а на тех фонде тех говнорей, которых я выбрал. Так у них фанатов сколько, блядь. У меня защита, у меня стадион собирается смотреть на мою защиту, блядь. И все, больше они не атакуют? Все, атакуют, вот, типа, блядь. Так он был под нападающими всегда играл. Вот и пусть играет, блядь. Так в смысле? А под нападающими это что, блядь? У нее нет такой 4-4-2 схемы под нападающими игроками. У меня есть. У меня ромб. В смысле? Ромб 4-4-2. Ромб, блядь, ромб, ромб, широкий ромб, блядь. Вот такой, нахуй. Тут два нападающих у тебя, а, вот, типа, вот так вот они играют? Да, почему нет? А как, почему нет? Со времен 90-х так никто не играл. Блядь, я играю. Пожалуйста, играй. А когда придумал ложную девятку Гвардиола, ты тоже пришел и сказал, блядь, так никто не играет, блядь. Кому пришел? Гвардиола. Я тебе пришел, сейчас ты говоришь, ты Гвардиола, ты Гвардиола. У меня ромб, все, пиздец, блядь, вот он, ромб, блядь. Тут Тимачук, тут Карвали, тут Даня, слева, там вообще тип пиздец. Все, и так Даня или Влашич, да? Влашич, вообще, что Влашич? Что же, нет, на самом деле, это спорная кандидатура, которую выбирал, но должен был быть один игрок, который в данный момент на пиздец каком ходу. Влашич, в каком, в твоем мире, который ты сам в смысле? Влашич, сейчас один из самых востребованных игроков, сейчас именно по интересу к нему, по игре, к которому он играет. Я считаю, что он сейчас самый лучший легионер в России. Так а что у нас за вопрос, я говорю, на данный момент, который на ходу? Так мы выбирали за всю историю. Я говорю, должен быть в сборной один тип, который на ходу. Кто это сказал? Это ты пример. Я считаю, я же сказал так. Я и говорю, твой вымышленный мир, в котором должен быть нынешний, в моем мире человечечко. Все, Влашич, Даня. Привет. Здорово. А тебе можно на видео сниматься? Ты же в погонах. Фамилию главное не показывать. Я понял. А как зовут? Алексей. А фамилия? А ты за кого болеешь? За локомотив. Вот. Да ёбарасет, где ж ты был раньше, а? Ну, Господи. Смотри, кто лучше, Гильерми или Плетикоса? Не тот, не другой. Даже тут не получится. Не, из легионеров надо выбрать. Из легионеров. А ты спроси, черлук или нам. Я думаю, Плетикос. Плетикос. Да ты же за локомотив болеешь. Ты же за локомотив болеешь. Хорошо, ладно. Давай Гильерми позвоним. Я тебе клянусь, он скажет Плетикос. Он скажет, что я не удивлюсь. Я не удивлюсь. Все, вопросов нет. То, что я не разбираюсь во вратновях легионеров, вопросов нет. Ладно. Ну, вопрос такой. На центрального полузащитника у нас вопрос. Это тоже учитывай. Влашич или Дани? Интересно. Ну, на данный момент, я думаю, Влашич, конечно. Нет, ну, на данный... Все, красавец. Стоп! На какой данный момент? Когда Дани, блядь, 60 лет? Нет, смотри, на данный момент для него в данную секунду важно, чтобы Влашич... А ты сказал, что за всю историю? Конечно, сказал, за всю историю легионеров, естественно. А как? Я говорю, сейчас Дани спрашиваю или Влашич? Ну, он говорит, он говорит, сейчас, конечно, Влашич. Да для него на данный момент Влаш... Блядь. А как? Ты считаешь, что Влашич уже сейчас, поиграв полтора года в российской премьер-лиге... А что ты его давишь на него? Просто спрашиваю. Просто он полицейский. Я считаю... Первый вопрос. Ты считаешь, что Дани центральный полузащитник? Влашич, Влашич, я считаю, что к тем годам, когда Влашича будет столько же, сколько Дани, он будет в разы круче его. Благодарю тебе, я 4-1 отыгрался. Все, Влашич. Я первый раз радуюсь, что конь попал в нашу сбору. Типа у нас полузащитник 4-й, я в моем случае это левый типа, я на левую. В моем случае это пиздатый. Пиздатый полузащитник? То есть у меня не левый типа получается или какой-то? Просто пиздатый. Пиздатый тип? Блядь, ты в мою схему, я тебе говорю, просто не вмешивайся. У меня схема, блядь, там такая тики-така, в которой нужен Алекандро Домингес. Алекандро Домингес на полузащиту? Да. У меня сейчас по плану левый защитник. Защитник? Ну полузащитник, Промес. Полузащиту. Полузащиту на фланг. Ну потому что в 4-4-2 нет такой позиции, на которой Промес играл. Он типа как бы инсайт, но мы будем, знаешь, два центральных и фланговые. А ты очень хотел Промеса, очень. Ну, это считай один из лучших фланговых игроков легионеров за всю историю РПЛ. Хорошо. Меня Ашот зовут. Ашот. Приятно очень меня, Роман, это Дима. Балию за Ростов. За Ростов? Ты из Ростова? Да. Вот тебе неожиданность. У нас сборная легионеров за всю историю РПЛ. И мы выбираем атакующий, ну давайте просто атакующий полузащитник. Скажешь, считаешь круче, да, из двух. Промес или Домингес? Промес или Домингес? Квинси? Да, Квинси Промес или Алекандро Домингес? Квинси, ответ. Ашот. Я внешне тоже Ашот. Ну конечно, вы два Ашот. Да ты тоже Ашот внешне, посмотри на себя. Нет, я плитикоса. Красавец, красавец. Ты прям вообще молодец Ашот. Спасибо большое, давай, хорошего дня. Давай, давай, пока. Нашелся. Ну на стадии полузащиты хоть начали. Надо было не Кима Щука взять, а кого-то другого. И я, возможно, еще больше собрался. Если хочешь, следующий раз сделаем выпуск, где просто Пост, Кос и Ашот выбирают в сборную. Мне кажется, так люди представляют наши выпуски. Итак, нападающие, поехали. Первый нападающий. Я думаю, здесь... Я решил стопудово взять. Стопудово? Да. У меня один не стопудовый, а один, ну прям стопудовый. А у меня один стопудовый и второй стопудовый. Нет. Давай, Вагнерлав. Ну, Вагнерлав, да. Тут очевидно, здесь у этого человека, даже из чемпионата России и даже из всех игроков чемпионата России не так много конкурентов. Ну, вообще, многие считают, что это лучший легионер в истории премьер-лиги вообще. Ну, мы так считаем, как минимум. Второй форвард у меня... Объясню сейчас, почему. Давай, давай. Ну, у тебя просто, наверное... Не, я хочу сначала узнать, кто у тебя. У меня, очевидно, человек, который пришел и, ну, если не перевернул игру, то стал сразу значимой частью команды, в которую пришел. Хотя, я не знаю, почему я так вдохновленно об этом говорю, потому что это Халк. Глор. В смысле Глор. Ну, ты выбрал просто самого дорогого легионера в истории премьер-лиги. Нет, это самый пиздатый легионер. Один из самых пиздатых легионеров за всю историю премьер-лиги в нападении. Я считал, тоже хотел поставить Халка, но потом подумал, что вот меня как раз смутил тот факт, что он действительно один из лучших базара-0. Ну. Но все-таки он стоил сколько? 50 миллионов евро? За 50 миллионов евро, мне кажется, и для меня это важно. То есть, знаешь, ну, мне кажется, гораздо круче, когда игрока покупают за очень мало денег, а он играет, ну, ничем не хуже. Это Ивица Олеч. Ты просто объясняешь свой выбор. Ну, Олеч, извини меня, Олеч и Халк, у тебя стоит выбор, кого купить. Ты купишь Олеча? Да, у меня же нет 50 миллионов евро. Нет, у тебя есть неограниченное количество денег. Если у меня есть 50 миллионов евро? Подожди, именно Олеч или Халк, вот из этих двух выборов. Все это за магаз такой. Вот такой магаз. Мы же сейчас у нас такой. Типа, Олеч за 5 или Халк за 50? Нет, вот у тебя не стоит вопрос, тебе подходит очень богатый владелец клуба, говорит, вот я тебе даже не выясняю стоимость, просто Олеч или Халк. Олеч и оставшиеся 45 миллионов евро. Блядь, Дмитрий Тимурович, ты куплю еще 6. Не понимаю, говорю. Ну, так не бывает, братан. Бывает, не бывает, не бывает. Бонус, открывай, тут карточка ФИФе открывается, и сейчас у тебя либо Олеч попадется, либо Халк, у тебя денег не убавится. Карточка ФИФе, скорее всего, Халка пизжи. Я уверен. Блядь, Олеч или Халк, ты можешь ответить на этот вопрос? Вот тебе карточка ФИФе попадается? Карточка ФИФе, Халк, футболист, Олеч. Ну ты пиздец, ты задаешь вопросы, блядь. А если вот ты смотришь Мстители, там Олеч или Халк, блядь, кто пизжи? Халк. Нет, 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 вот ты конкретно нападающего. Олечу тут пизды, потому что за его волосы вот эти и внешность, как у Ивана из сказок русских, блядь. Ну как, блядь, как так можно выбирать? Если бы к тебе пришел владелец, блядь. А потому что я тебе говорю нормальные вводные, ты вот на позицию нападающего, ты кого бы взял, если не учитывать деньги? Мы же сейчас деньги не учитываем. Ты там понабирал игроков, мы какие-то деньги рассчитывали. У меня все дешевые, все дешевые. На вас, как игрок тогда, он может еще и заплатить, чтобы поиграть. Тогда вот этот мы фактор учитываем? Нет. Ну и все тогда, давай, посмотреть, выяснять, кто лучше, Олеч или Халк. О, привет. Привет. Привет, Маринка. За кого болеешь? За Зенит. Я вообще знаю, кого. Тихо, тихо, тихо. За Зенит болеешь. У нас выбор на позицию нападающего в команде, которую мы составляем из всех легионеров российских премьер-лиги за всю историю. И на позицию нападающего у тебя две кандидатуры, ты должна выбрать, кто лучше. Халк или Олеч? Ну, это же очень. Ну, Халк, конечно. Да естественно, ну как так? Болельщица Зенита? Халк. Я начинала, когда Халк играл. Для меня это самое важное. Вообще в Зените было. Ну, какая разница? Это человек объективный в аудитории. Ну, еще Халк, типа, мощнее, красивее, да? Да он просто много голов забивал. Ну, не красивее, но мощнее. А ты знаешь, что такое Явица Олеч? Да. Ну, внешне, по крайней мере, точно. Понял. А ты сейчас в школе или где ты находишься? Я работаю в пенсионном фонде. А, так и не жалко денег на Халк. Кстати, когда ты сказал, что работаешь в пенсионном фонде, вообще все стало на свои места, почему Кос победил в этом раунде. Понятно, что вы, скорее всего, уже виделись где-то. И судя по зрению Дмитрия Тимуровича, он уже даже перестал к вам ходить. Вот настолько. Ну что, ты почти что сравняла нам счет. Спасибо большое тебе в пенсионном фонде там не сильного развития, потому что у вас и так сильно все развито. Все, давай тогда на связи. Пока-пока. Что-то в конце вообще сбился у меня прицел. Мы позвонили сначала Ашоту, потом человеку из пенсионного фонда, так, конечно, дела не делаются. Ну что, 4-3? 4-3. Бля, как так получилось? Я вел 4-0. Ну, что ты разбираешься в обороне, но ни хера не мыслишь в атаке. Ты просто там, свободные художники туда будут. Грузить и все. Ладно. Давай, тренер, тренер. У меня тренер, который, я вот подумал, у меня с ним связаны очень негативные эмоции в тех матчах, которые я живьем посмотрел. На его скала? Но это мало. Я живем не смотрел, когда футбол. Это мало связано с чемпионатом России. Все, я понял про кого-то. Ну да, я был живьем на Евро-12, и там все, конечно, очень плохо было. Я его очень сильно не залюбил, но он выиграл и Лигу Европы, и Суперкубок Европы. Дик Адвокат. Это лучший тренер-легионер по достижениям в российской премьер-лиге, потому что если мы конкретный матч, моя сборная играла против твоей, я поставил бы Карреру. На один матч он бы просто зарядил невероятно. Нет, а я, смотри, я, конечно, абсолютно понимаю, что адвокат лучший, и я, когда начал писать, я хотел написать адвокат, такой, думаю, бля, ну мне не нравится просто, как он тренировал, и со сборной, понятно, у меня такие же эмоции. И потом я вдруг понял, кого я напишу. Так. Он не выиграл, естественно, Лигу Европы, потому что Лигу Европы выиграл только адвокат и Газаев. Но при нем, мне кажется, был самый прикольный с точки зрения футбола зенит. Это Спалетти. Именно поэтому ты Олеча поставил, а не Халка? Халк стоит 50 миллионов евро. Так, а Спалетти сколько денег нагрузили на зарплату? Это вообще похер. С какого черта? То есть, Халка, у меня Халка денег у нас нет, а Спалетти, пожалуйста, золотая антилопа загрузила его бабками. Ну, так выбора не было. Не было тренера сильно дешевле, как Спалетти. Адвокату сколько нагрузили? А, подожди, Халк 60 лимонов, это не пипец, что по деньгам. Это пиздец, что по деньгам. По России, да, а, ну и Спалетти как тренер пиздец сколько зарабатывал денег. Ну, так он и крутой тренер. Ну, адвокат же круче. Не знаю, давай узнаем. Мне Спалетти нравится больше. По достижениям, ну, тут тупо спорить. А по достижениям? А как еще можно тренера оценивать? По достижениям? Не знаю, ты Промеса поставил вместо Домингеса. По достижениям Домингес круче. Что он? По-моему, типа... Трехкратный чемпионат России. Минимум. А он был такой, что он сказал? А, Дани, блядь, Влашич или Дани? Дани, блядь, забивал... 30 миллионов. 30 миллионов внутри чемпионата России выкупите УС Динамо. Так он забивал в суперкубке УИФА. А тренировал его кто? Кто ему сказал, как действовать? Давай. Здорово. Привет, привет. Как тебя зовут? Здорово, Андрей. Андрей. Андрей, сколько тебе лет? Мне 24. Вот мой брат. Мой брат. Привет. Если у брата спрашивать, что-то вообще однозначно понятно, кто победит. А из какого-то города Андрей? Да, я из Москвы. О, а за кого ты болеешь? Спартак. О, бро. Тут проблемка. Тут проблемка, да. Короче, смотри, мы составляем сборную легионеров за всю историю российской премьер-лиги. Сборную российских легионеров должен тренировать Дик Адвокат или Лучано Спалетти. Давайте Дик Адвокат. Все-таки он из бомбинара тренировал. Это такой камбэк. Это все. Это Ливерпуль, Барселона. Просто 4 кладут. На! На! Вот так вот было. Красавец. Красавец. Вот все. Ты сейчас можешь сказать какое-то говно и плохим запомниться. А сейчас классно. Ты молодец. Вообще красавец. Ну что, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Давай, на связи. Давай, пока. Пока. Ну что? Слушай, я смотрю на всю нашу сборную и в ней очень прикольная команда получилась, но в ней очевидно очень слабое место плетикоса как будто бы. В смысле? Ну я не... Все! Все считают, что плетикос. Я не говорю про то, что типа это твой вывод поэтому слабо. Я имею в виду, что даже Гильермо на этом фоне смотрелся бы странно. Короче, сборная получилась нормальная. Единственное, не хватает одной позиции, чтобы я победил. А так нормально, согласен. Ты победил тем, что вытянул оборону свою супер... удачными звонками. У нас счет 4-4. У нас ничья. А вы в комментариях пишите, с какими позициями согласны, с какими не согласны. И предлагайте свои варианты сборной легионеров российской премьер-лиги. Да. И, как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики. Это все нам очень сильно помогает. Давайте вместе создавать крутую футбольную движуху. Пока! И у нас, как всегда, конкурс. Во-первых, мы говорим спасибо за помощь в организации этих съемок нашим друзьям из компании Puma. А во-вторых, как всегда, разыгрываем замечательные кроссовки от этой компании. Мы собрали сборную легионеров российской премьер-лиги за всю историю существования российской премьер-лиги. Этой сборной нужно название, потому что не могут же все эти легионеры играть за какой-то уже существующий клуб. Пишите в комментариях название, мы выберем то, которое нам понравится больше остальных, и победитель обязательно получит вот эти кроссовки от компании Puma.